Всем привет мои любимые подписчики. Сегодня у меня день рождения и мне 32 года. Я вот путешествую на таком вот шикарном корабле и прямо отсюда записываю вам это послание. Кстати, я в Турции. Сегодня я для вас выкладываю потрясающий красивый урок, который, я думаю, вас вдохновит на новые свершения. Но такое, скажем так, послание, которое я хочу вам сказать прямо отсюда. Самое главное это любить себя, ценить себя, уважать себя. Потому что, ну, в первую очередь нужно быть фанатами самого в себя. И то, насколько вы себя любите, настолько же и вас будут любить окружающие. Ну что ж, начинаем наш урок. Вот такую прическу мы сегодня с вами будем делать. Итак, у нас с вами брюнетка. И я думаю, для вас, для всех это просто шок. Потому что, конечно, обычно для таких причесок выбирают блондинок. Но я постоянно везде говорю, и еще раз буду говорить, что на самом деле на брюнетках, на жгутих брюнетках, прически смотрятся иногда даже еще круче, чем на блондинках. Поэтому совершенно не бойтесь и берите себе на какие-то шикарные образы именно брюнеток. Голливудская волна – это вообще, мне кажется, прическа, созданная специально для брюнеток. В самом начале, конечно же, я сделала гофре по всей голове. После этого я делаю немножечко начеса прикорневого и ставлю трессы. Трессы я добавлю совсем чуть-чуть, буквально вот только в нижнюю зону. Можно, конечно же, и без трессов. Просто такой плотности на затылке у вас не получится, если вы будете делать без трессов. Опять же, если такая густота, да, то есть в данном случае у меня нижняя затылочная зона у модели не очень густая, поэтому, собственно, я и использую вот трессы. Накручиваю я здесь на очень крупный диаметр, как вы видите, на тридцать восьмой. Это очень большой крупный диаметр, потому что я хочу, чтобы у меня получилась большая, прям очень крупная волна. Можно накручивать и на двадцать пятую плойку, и на двадцать восьмую, и на тридцать вторую. Но я все-таки здесь предпочла именно тридцать восьмой диаметр. Итак, самая, скажем так, главная вообще фишка здесь в накрутке в том, как вы заводите прядь на плойку. Давайте попытаюсь вам максимально, ну, как бы разжевать, как именно вы это делаете. То есть вы берете прядь, ведете ее, потом очень резко перекручиваете. Этот перекрут похож на то, как вы у конфеты сворачиваете фантик. То есть в одном месте и очень четко, очень резко. Вот чем жестче будет перекрут, тем жестче у вас будет волна. Если у вас получился не перекрут, а, скажем, мягкий жгут, то в конце у вас получится мягкая волна, а не жесткая волна голливудская. Причем все вот эти жесткие перекруты должны прийтись четко под горячий элемент. Деление здесь не классическое, не как обычно я учу в своих роликах накручивать волосы. То есть вы всю голову делите радиальными проборами, параллельными полу, приблизительно по 2 сантиметра. По кругу, как бы представим, что голова это шарик, вот, и по 2 сантиметра, можно по 3 сантиметра более крупными прядями. Снизу вверх вы поднимаетесь все выше, выше и выше. Ну, собственно, вот сейчас вы можете посмотреть, как я это делаю. А я хочу ответить вам на очень интересующий вопрос. Вы меня спрашивали, как я отношусь к зависти. Вот недавно одна моя подписчица мне написала, «Анна, ну вот наверняка вам все завидуют, да, либо, может быть, вы испытывали зависть. Как к этому относиться?» Девочки, я совсем недавно для себя поняла, что наша голова – это компьютер. Зависть, гнев, злость и любые вот такие вот эмоции, ревность в том числе, это все вирусы, которые заводятся в нашем компьютере, то есть в нашем мозгу, в нашей голове. И мы должны быть настолько сознательны, чтобы максимально не допускать в свою голову таких мыслей. То есть вы чувствуете, что вы начали, допустим, завидовать. Раз – и взяли усилие воли и абсолютно убрали все эти негативные мысли. Потому что чем больше у вас будет в жизни негативных мыслей, тем более негативная жизнь у вас будет. Причем, что самое интересное, если вдруг вы завидуете кому-то, вот эта зависть совершенно никак не влияет на того человека, которому вы завидуете. Она влияет на вас, она разъедает вас, она портит вам настроение. И именно у вас портится жизнь. А тот человек, которому вы позавидовали, он продолжает просто жить, вообще не подозревая о том, что вы завидуете. Помните всегда об этом. И поэтому, если вдруг вы на кого-то разозлились, на кого-то обиделись, кому-то завидуете, тут же чистите свой компьютер. И поверьте, ваша жизнь сразу же станет в несколько, просто сотен раз более красочной, яркой, светлой и наполненной только позитивом. А я же возвращаюсь к нашим пирогам, то есть к нашей прическе. Обратите внимание, как я разбираю локоны. То есть я беру прядочку, вначале ее чуть-чуть вот так вот дергаю, после этого слегка прочесываю расчесочкой. Можно использовать тангл-тизер, можно использовать щетку, можно использовать плоскую расческу. В общем-то, не принципиально. Главное, сильно не чесать. И вот в момент, когда вы протряхиваете прядь, находить вот эту самую волну. И когда вы складываете пробор за пробором, вам очень важно самим найти вот эту волну. То есть, возможно, прядь будет стремиться в кудряшку. Это в том случае, если вы неправильно ее накрутили. Только в этом случае. Но вы должны максимально ее завести в такую вот волну. Сейчас в самом начале я делаю объемные локоны, волны вернее. Я тут сейчас делаю на спице прям такие высокие длины, ребра расставляю. То есть это как бы первый вариант моей укладки. Поэтому я их делаю объемными. Я сейчас не делаю гладкую голливудскую волну, хотя я ее сделаю сейчас в конце. Первый – это вот такой вот объемный образ с объемными волнами. Причем я вам могу сказать, что большинство моих невест заказывают именно объемные голливудские волны. А вот если ко мне клиентка приходит, скажем, на вечеринку, на Новый год, на день рождения, то там чаще всего именно гладкая голливудская волна. И объемная, и гладкая голливудская волна делается абсолютно одинаково. Тут просто какой нюанс. Вы берете все вот эти объемные голливудские волны и расчесываете. Прям вот нещадно расчесываете от начала и до конца. И после того, как вы вычешете, вам нужно будет вновь найти эту самую волну. Самое главное, я вас умоляю, вы не бойтесь, потому что многие боятся, расчесывают. Вот, допустим, как сейчас у меня. То ли есть волна, то ли нет. Мы как бы не понимаем. То есть важно ее в конце пальчиками найти, немножко вот как бы вжать, и она у вас опять появится. Более гладкая. Это, конечно, страшно, потому что вы крутите буквально, не знаю, там часа полтора всю голову, и кажется, что просто все на ваших глазах рушится. Но это не так. Это не так. Если вы все правильно сделали, если вы правильно накрутили, то поверьте мне, волна, она тут же появится. Вот как у меня сейчас. Видите, я чуть-чуть взбиваю руками, чуть-чуть нажимаю, и она уже у меня появляется. Вот эта вот волна. Важно, конечно, при фотосъемке, видеосъемке правильно направить свет на такую волну, потому что вот сейчас даже я вот смотрю и понимаю, что то ли видно, то ли не видно. Сейчас мы немножечко развернем ракурс, и уже станет намного лучше видно вот эту волну. Еще такой лайфхак от меня. Ставите расческу, чуть-чуть вдавливаете вверх, делаете как бы такой микроначес, чуть-чуть подтягиваете волну, и после этого фиксируете лаком. В данном случае я работаю с сухим лаком. Можно и жидким, конечно, но сухой мне больше нравится лак в этом случае, хотя чаще всего, конечно, я использую жидкий. И видите, как в руках у меня постепенно-постепенно появляется вот эта вот уже та самая гладкая голливудская волна. Хотя в самом начале, когда я расчесала, мы ее не видели, да? Ну и у лица аналогично. Это вообще самое вкусное, самое интересное, когда мы работаем у лица, потому что тут ваш клиент сидит, смотрит в зеркало, он видит себя, у него появляется вот этот огонек в глазах. Ну, в общем, я обожаю, конечно, делать эту технику, потому что, ну, это очень женственно, это очень подчеркивает привлекательность, сексуальность. Я вообще считаю, кстати, голливудские волны самой сексуальной прической, потому что, ну, наверное, не зря все самые великие актрисы, включая Мэрлин Монро, были именно с голливудскими волнами. Вот такая вот прическа у нас получилась. Я очень надеюсь, что вы поняли, тем более тут ничего сложного нет. Я жду вашей отработки у себя в директе, причем... Я выберу самые красивые три работы и отправлю вам подарок в любую точку мира. Ну что, как вам эта красота? Вдохновились? Если да, то пишите в комментариях, что вам лучше всего понравилось в этой медвеске и в этой технике. Я с радостью почитаю, и, как вы знаете, я всегда стараюсь большинству, ответить на ваши комментарии. Также я жду ваши отработки у себя в инстаграме, в директе. Присылайте ваши работы, и я с удовольствием вам расскажу, что вы сделали правильно, а что может быть не в тайне. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, яркими событиями, добрыми людьми, искренними людьми. Пусть вы будете здоровы, и пусть будут здоровы ваши дети. Я вам желаю, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были реализованы, и чтобы каждую секунду своей жизни вы ощущали, что вы живете, и живете именно свою жизнь. А еще я верю в такую штуку, что то, что ты желаешь другим, происходит именно с тобой. Поэтому желайте всегда другим, только самого хорошего, и ваша жизнь тоже будет наипрекраснейшей. Ну все, всем пока-пока, с вами была я, Анна Коварова. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok